Все бегут и Дедушки Морозы тоже. Спортивный уикенд во Владимире откроют карнавальным забегом 14 января. Мероприятие 12 по счету, но первое исключительно в новогодних костюмах. Для официального участия это ключевое условие. Так как у нас называется забег карнавальный, Дедов Морозов и Снегурочек, мы будем регистрировать и выдавать стартовые номерки только тем, кто пришел в костюме, который будет стоять из головного убора и так называемой шубы. Место встречи – золотые ворота. Время – полдень. Деда Мороза и Снегурочки пробегут дистанцию 600 метров от театральной до соборной площади. Присоединиться к забегу может каждый, если без костюма, тогда только для настроения. В субботу автомобилистам центр придется объезжать с половины 12 до двух часов дня. В этом году мы, конечно же, наградим самых быстрых Дедов Морозов и Снегурочек. Первое, второе, третье места. Также победители забега определятся в следующих номинациях. Самый юный Дед Мороз, самая юная Снегурочка, самый опытный Дед Мороз, самая опытная Снегурочка, самая спортивная семья, самый нарядный Дед Мороз и самая нарядная Снегурочка. Спортивную эстафету подхватят и в Центральном парке. Там в полдень стартуют староновогодние гонки. На праздник 14 января ждут самых активных владимирцев. Их переобуют в гигантские кеды и устроят забег. Потом выдадут валенки и определят самых метких в чемпионате по их метанию. А еще выяснят, кто быстрее ездит на финских санях. После таких активностей отдохнуть культурно приглашают в Центр ИЗО на Большую Московскую, 24. Зимними пейзажами там можно будет полюбоваться на картинах Николая Курникова, Владимирского живописца и члена Союза художников. Его работы публики покажут впервые. Выставочный план мы составляем совместно с Владимирским отделением Союза художников. И большую часть наших выставочных возможностей мы отдаем именно им. Поскольку художники, члены Владимирского союза, они должны участвовать в групповых выставках, в областных. Они должны делать свои выставки персональные. Потому что репутация художника очень важна, чтобы он был известен. Овации будет ждать и труппы драмтеатра в субботу вечером. На сцене концертного зала имени Танеева покажут спектакль «Артистка из Кукушкина». Постановку уже высоко оценило жюри международного конкурса современной драматургии автора на сцену. Начало спектакля в 6 часов вечера. Богатым на культ события станет и воскресенье, 15 января. В плане около десятка событий. Одно из самых заметных – необычный детский квест. Игра получила название «Когда часы 12 бьют». Она пройдет в новой модельной библиотеке на проспекте Ленина, 12. Юным гостям предстоит разгадать множество загадок и ребусов, собрать пазлы и пройти бродилки на новогоднюю тему. Такие программы – это желания от самих читателей. Перед тем, как писать проект на создание этой библиотеки, мы проводили анкетирование. И там участвовали разные категории читателей. То есть там много было вопросов, и какой вы представляете библиотеку, и что вы хотите там получить в результате. Очень интересные ответы. Мы с этими анкетами еще будем работать и работать, потому что то, чего написали, даже очень неожиданно, например. Юных гостей ждут и в доме музея пряника на Большомосковской, 42. Там состоится первый в этом году интерактив. Он включает познавательную лекцию про историю вкусного сувенира, а также мастер-класс по росписи такого презента. Начало в 10 утра. Творческий марафон продолжит в областной библиотеке для детей и молодежи на проспекте Строителей, 23. Там с помощью кисти и красок будут творить участники любительской студии рисования. Гостей ждут в 11 утра.